Прежде всего, спасибо большое слушателям, потому что вспоминаю себя студентом Мехмата, когда четвертая пара, думаешь, боже мой, скрибы, она закончилась. Но я постараюсь сделать так, чтобы у вас это чувство возникло не сразу, может быть, потом. Может быть, потом. Ясно. Значит, вы уже, ну и во всяком случае, я сегодня присутствовал на некоторых лекциях, и часть из вас уже слышала о том, что многие задачи математики, они появились просто из анализа природных явлений, быть может, из запросов промышленности, и вот, как сегодня про криптографию, сейчас только что рассказывали, из запросов военных организаций и так далее. Так вот, я буду рассказывать тоже о теории, которая возникла именно из потребностей людей понять что-то, а именно понять что-то, почему происходит вырождение фамилий. Ну вот у меня хронология, которая сейчас принята в древнем Египте, вот, пожалуйста, смотрите, вот там, значит, годы там, тысячи сотен до нашей эры, там и так далее. И вот считается, что 390 египетских монархов принадлежали к определяемой династии. Ну что такое династия? Ну будем считать, что если там исключить, там, значит, Клеопатру и кого-нибудь еще, что передается по мужской линии, то есть от отца к сыну, там, либо, значит, там, к брату, там и так далее. То есть стартует некое семейство, и оно потом, значит, эволюционирует это семейство, приходит к власти, потом, значит, из-за того, что происходят какие-то события, значит, эта династия вымерла, значит, появляется новая династия и так далее. Ну вот еще одна, еще одна, китайские династии, вот здесь вот можно просмотреть тоже достаточно далеко это, ну, зависит от того, как считать, значит, тут либо 7, либо 12, либо 21 династия. Вот. Ну а теперь давайте обратимся еще к одному случаю, обратимся к России. Вот, пожалуйста, вы помните, наверное, все знают эту картину Иван Грозный, вымершего сына, и в результате этого, в результате этого, ну, не совсем в результате этого, а вот в результате еще дополнительного события, значит, когда, значит, вот, ну, во-первых, Иван был убит отцом, значит, потом Федор умер в 1900, вот там, в 1598, и Дмитрий умер от эпилептического припадка в 1591 году в Губличе. Ну, вы мне скажете, о, боже мой, я, значит, рассматриваю династии, ну, понятно, что их там губить хотели, значит, травить, не знаю, там, значит, голову отсечь, ну, как угодно. Вот. Но на самом-то деле, на самом-то деле это явление интегральное, то есть это вопрос вырождения, он касается не только, не только вот известных семейств, известных фамилий, известных монархий, известных династий, но на самом-то деле этот вопрос касается также и обычных людей. Ну, я приведу пример очень простой, что в конце 18-го столетия Мальтус в книге, значит, эссея о принципах популяции описал, что, значит, популяция на Земле растет с геометрической скоростью, но, тем не менее, отдельное семейство вырождается. И в качестве примера он привел город Берн, в шутке 1583-1783 годами 379 из 487 буржуазных семейств вымерли. Ну, что, значит, будем считать, что, опять-таки, во-первых, значит, эти годы тогда, когда мобильность населения была очень слабенькая, а во-вторых, передача, значит, вот, что, значит, вымерли, значит, от отца к сыну, фамилия, вот эта фамилия просто исчезла. Если считать, что примерно, значит, каждое поколение, ну, 25 лет, то получилось, что примерно за 8 поколений, за 8 поколений, 3 четверти семейств просто исчезла. Ну, и, естественно, вопрос возникает, а вот это явление, оно, значит, случайное, вот, или вырождаются всегда, или, может быть, не всегда вырождаются? Поскольку я работал очень много с биологами, биологи утверждают, что вот те животные, те виды растений, насекомых, там, всего прочего, которые существуют на Земле, это просто 0,001% тех видов, которые существовали до этого, а все остальные, они просто умерли. Поэтому вопрос, естественно, с точки зрения биологии, с точки зрения, с точки зрения просто популяционной динамики, вопрос возникает, а действительно, а почему? Давайте попытаемся это объяснить. Ну, для того, чтобы это объяснить, нужно придумать математическую модель. Такая математическая модель действительно была придумана. Вот кто это придумал. Математические модели процесса в рождении семейств были как раз предложены независимо французским математикам Вен Айме и английскими исследованиями Гальтона и Ватсона. Вот я не случайно поместил Дарвина и Гальтона рядышком. Дело в том, что Гальтон, он является двоюродным братом Дарвина. Когда, значит, Гальтон прочитал книгу о происходении видов Дарвина, он заинтересовался этой тематикой. Я рекомендую тем, кому это будет интересно, глянуть на фамилию Гальтон и посмотреть, что это такое, что это за человек. На самом-то деле, на самом-то деле, это очень известный человек, который, значит, и занимался родными явлениями, занимался изучением развития близнецов впервые. Евгеника слово, по сути дела, появилось благодаря ему. Много других, много других интересных научных исследований. Но для нас он интересен с той точки зрения, что он предложил вместе с Ватсоном, ну и чуть раньше Бен Айме, о котором люди забыли почти на 150 лет, они предложили рассматривать вот такую модель. Модель очень простая. Это модель, которую вы можете рассматривать, для того, чтобы это было хорошо ясно, на поле, в том смысле, что мы, допустим, рассматриваем развитие семейства только по отцовской линии, либо наоборот, рассматриваем развитие семейства только по материнской линии. Ну а, например, очень часто эти модели используются при делении клеток. Ну тут вообще все понятно, что здесь пола просто не существует, значит, можно считать, что это один тип. Итак, вот что это за модель. Модель это такая. Первоначально есть одна частица. Эта частица живет единицу времени и в конце жизни производит некоторое число потомка. Может быть, вообще не произвести. Вот и тогда, значит, это как раз обрывается, эта цепочка. А новорожденные частицы тоже имеют единичную продолжительность жизни и погибая, производят независимо друг от друга потомка, может быть, не одного, ну и так далее, и так далее. Значит, получается, вот что мы, по сути дела, рассматриваем процесс изменения размера популяции не во времени, вот не в непрерывном времени, а по поколениям. Поэтому мы рассмотрим гораздо более общую модель. Итак, вот эта модель, она просто описывается, давайте ее проанализировать. Ну какие вопросы интересны, когда вы рассматриваете популяцию? Ну, допустим, если популяция – это заболевшие люди, то выродится эта эпидемия, закончится эта эпидемия когда-нибудь, или, значит, она будет продолжаться вечно. Потому что, значит, интерпретацию здесь можно придумать абсолютно самую разную. Хорошо, если мы выяснили, какова вероятность вырождения этой популяции, и если она не выродилась, допустим, к далекому моменту N, спрашивается, а сколько тогда в этой эпидемии будет индивидуумов в момент N? И еще один вопрос. Вот здесь я смотрю, значит, все мы, значит, братья, некоторые даже сестры. И хорошо известно, согласно биологическим теориям, что у нас где-то там, я даже знаю примерную оценку для этого периода, где-то там у нас есть общая прапрапрапрапрапрапрабабушка. Мы все родственники, но, естественно, то прабабушка, которая, по оценкам опять биологов, в районе примерно 350 тысяч лет назад она, значит, существовала. То есть наша праматерь всех-всех нас. Так что мы все родственники, можно огорчаться, если кому-то родственники некоторые не нравятся. И вопрос о том, каково расстояние до ближайшего общего порядка всех частиц, существующих в популяции в далекий момент времени n. Вот на эти вопросы я, если у меня будет возможность еще во второй лекции, я постараюсь ответить. Но на самом деле теория ветвящихся процессов – это огромная теория, и о некоторых ее аспектах и некоторых применениях я постараюсь рассказать. Итак, давайте начнем с вероятностной модели. Да, я хочу сказать, что даже слово «дисперсия» в моем докладе не появится, нужно только математическое ожидание. Я кое-что потом еще добавлю, но только математическое ожидание. Вот будем предполагать, что у нас есть в этом ветвящемся процессе, у нас есть с вероятностью P0, частица в конце жизни вообще не производит потомки. С вероятностью P1 производит одного потомка, с вероятностью P2 – двух потомков, и с вероятностью Pn – n потомков. То есть вот у нас получается закон распределения, то есть это вероятности, и сумма вероятности этих будет равняться единице. Значит, дальше популяция развивается таким образом. Вот в соответствии с этим законом частицы следующего поколения, независимо друг от друга, тоже производят потомство в соответствии с таким законом распределения, с таким вероятностным законом. Ну и так далее. Это будут частицы первого поколения, потом частицы второго поколения и так далее. Вот мы находимся в этой ситуации. Теперь вопрос такой. Что такое математическое ожидание? Вот это я постараюсь напомнить. Математическое ожидание – это вот такая сумма. Вот такая сумма. Вот здесь это сумма. Что это такое? Я вероятность должен умножить, естественно, случайной величины, целочисленной, с которыми я буду работать. Это и есть просто сумма по всем K от 0 до бесконечности. K на вероятность того, что X равняется K. Ну и равняется сумме по всем K равняется 0 до бесконечности. Вот в моих обозначениях. Вот, например, пример. Если частица в конце жизни либо не оставляет потомство вот с такой вероятностью P0, ну, значит, это с вероятностью 1 четвертая. Дальше. Может произойти одного потомка, тоже с вероятностью 1 четвертая. Либо двух потомков с вероятностью P2, которая равняется 1 вторая. Тогда математическое ожидание считается так. Так, 0 умножаем на вероятность, единицу умножаем на вероятность того, что одна частица родилась, двойку умножаем на вероятность того, что две частицы родилось. И вот если мы эту сумму посчитаем, вот и мы получили математическое ожидание. Здесь плохо видно, но на самом деле там, значит, здесь должна быть стоять, естественно, что видно. Да, 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 да. Вот здесь четверка стоит, но она плохо пропечаталась. Важное свойство математического ожидания – это вот линейность. В том смысле, что если у нас есть две случайных величины, то, значит, математическое ожидание – суммы математических ожиданий. Доказывать я это не буду, но это элементарно проверяется. Ну, и если умножаем на константу, то тогда, значит, мы эту константу можем вынести за знак математического ожидания. Это те два свойства, которые нам понадобятся, когда мы будем заниматься исследованием размера популяции. Итак, теперь идем дальше. Идем дальше. Целочисленные неотрицательные случайные величины кси1 и кси2 называются независимыми, если для любых неотрицательных целых чисел k1 и k2, а для любых… Ой, простите. Если для любых неотрицательных чисел k1 и k2, вероятность того, что кси1 будет равняться k1, кси2 будет равняться k2, это просто равно произведении вероятности. Произведение вероятности. Это независимость. Больше нам от независимости ничего не будет нужно. Если случайные величины кси1 и ксi2 не зависят, опять-таки это можно элементарно проверить. математическое ожидание от произведения все одинокси 2 это будет просто произведение математических ожиданий все теперь значит вот с вероятностным введением вот на таком уровне покончено мы теперь постараемся каким же инструментом изучать ветвящиеся процессы ну давайте посмотрим как это можно сделать и так вот у нас есть ветвящийся процесс вот мы его записали в теории и популяции частиц значит вот это то что я уже сказал что каждый из новорожденных частиц также имеет единицу продолжительность жизни и так далее вот эту модель мы сейчас будем рассматривать это самая простая модель позднее мы с вами посмотрим и на другие модели более сложно итак как можно теперь считать число частиц в n плюс поколении но первый способ что нужно сделать посмотреть на частицы значит n-ого поколения посмотреть сколько каждая из них произвела потомков суммировать и вот это будет число частиц в поколении n плюс 1 ну вот это значит как раз есть за n плюс 1 это есть кси 1 это число потомков это потребительное поколение а этого последний частиц ценный мая здесь и и это от м это число потомками это частиц ценного поколения ну и причем естественно значит мы зажим и договорились о том что частицы производится везопрентов независимо и по тому же самому закону поэтому вот эти вот эти случайные величины, вот эти случайные величины, все ежитые от Н, они при всех независимы, распределены также вот та, которая наша первоначальная частица, которая породила всю эту популяцию, вот у нее закон о распределении был задан, ну и все остальные частицы производят потомков в соответствии с таким же законом. А теперь мы можем посмотреть на это по-другому. Хорошо, мы здесь что сделали? Мы посмотрели ZN, то есть посмотрели, сколько потомков у частицы у частиц Н-ного поколения. А теперь давайте по-другому поступим. Давайте посмотрим на частицы, которые были произведены в самой первоначальной частице, на частицу первого поколения. И после этого, после этого запустим, после этого запустим несколько процессов. Но они теперь будут какими? Раз мы начинаем теперь, видите сколько их? Z1. Z1 это число потомков у частицы первого поколения. Если теперь мы посчитаем, сколько далеких потомков было в Н-плюс первом поколении, у первой частицы первого поколения и так далее, то мы на самом деле можем посчитать это другим способом. Это два очень удобных способа. Иногда этот способ удобен при работе с ветвящимися процессами, а иногда этот. Ну, знаете, сколько, не говори, халва, значит, слащи от этого не станет. Поэтому лучше все это на рисунке. Лучше все это на рисунке посмотреть. Давайте посмотрим на рисунок. Вот первый рисунок, он показывает, что мы, значит, что сделали? Мы сначала, сначала, значит, вот у нас первоначальная частица породила, значит, вот здесь три потомка, и после этого каждая из этих частиц породила свои ветвящиеся процессы. Но длина теперь, раньше мы стартовали с момента ноль, а теперь мы стартуем с момента единицы. Следовательно, у них такое же, это процессы, которые такие же самые, как если бы мы начинали, смотрели процесс Н, но только, значит, от сдвинутой на единицу. В силу однородности, вот уж поверьте мне, в силу однородности вот это то же самое. Ну, а во втором случае, во втором случае, это как раз мы считаем, что у нас есть, значит, Н-е поколение, в этом Н-е поколении у нас есть потомки, есть потомки. И вот мы считаем, вот у этой частицы Н-го поколения один потомок, у этой два, у этой три, а у этой вообще ни одного нет. Есть два способа представления таких витающихся процессов. Я прошу вас запомнить эти представления. Мы этим представлением будем пользоваться. Итак, вы видите, что эволюцию нужно записать в виде дерева. И вот это дерево эволюции, которое нам позволит исследовать расстояние до ближайшего предка. Потому что без построения дерева, кто является чьим сыном или, наоборот, где родители у соответствующих частей, мы ответ на тот вопрос, на третий вопрос, который у меня там есть, значит, какого расстояния до ближайшего предка, мы на этот вопрос ответить не сможем. Идемте дальше. Итак, вот эти две замечательные картины. Теперь некоторое время придется заняться чуть-чуть анализом. Относительно простой анализ, но надеюсь, что вы меня простите, что я вас заставлю считать некие формулы. Теперь, значит, давайте посмотрим, как классифицировать эти процессы. Естественно, логично предположить. Вот у нас классификация, это на самом деле ветвящийся процесс Гальта-Навацела. Классификация такая, значит, ветвящийся процесс называется надкритическим, если число потомков частицы больше единицы. Критическим, если число потомков в среднем равно единице. И докритическим, если в среднее число потомков меньше единицы. Ну, так, если мы сейчас с вами задумаемся, а, хорошо, значит, если число потомков меньше единицы, ну, точно процесс вымрет. Ну, потому что частицы становятся все меньше и меньше, вроде бы, во всяком случае, на уровне среднего. Хорошо, если ветвящийся процесс практически, а больше единицы, ну, наверное, все время будет жить. А может и нет. Подумаем. Ну а что касается критического, это всегда, всегда, значит, в математике ситуация, пограничная ситуация, всегда она является такой интересной, потому что с этой точки зрения обычно там происходит что-то, что-то, как говорится, и не то, и не сё, но очень интересно. И эти случаи обычно труднее всего исследовать. Труднее всего исследовать. Ну вот для гальтоновации на процессе это так, а для более сложных это не всегда так. Не всегда исследовать критический случай сложнее, чем процесс до критический или на критический. Итак, вот у нас классификация. И теперь дальше я рассмотрю ситуации на все три вопроса, которые я поставил. То есть вероятность рождения, количество членов популяции, если процесс не выродился, и ближайший общий предок. Вот на все эти вопросы мы для всех этих трёх случаев постараемся дать ответ. Ну, давайте посмотрим, какой инструмент. Да, инструмент. Вот давайте попробуем, значит, первое посчитать математическое ожидание. Я говорил вам, у нас же там было два рисунка. Первый рисунок и второй рисунок. Давайте чуть внимательно посмотрим ещё разочек. Что я здесь записал? Ну, давайте посмотрим. Итак, Zn плюс 1, это есть число 9 всех частиц n. Давайте посчитаем математическое ожидание. Мы знаем, что мы начали с одной частицы в нулевой момент времени. Вот это мы начали. Ну, давайте запишем это. Вот подставим сюда Zn плюс 1. Вот оно здесь есть. А, хорошо. Теперь кто знает формулу полной вероятности? Давайте подумаем. Мы просто перечислим всевозможные случаи, сколько частиц было в n поколении. Вот я это делаю. Я это делаю. Пишу, значит, математическое ожидание XI на TN, XI Z на TN, при условии, что в n поколении было ровно k частиц. И потом умножаю на вероятность того, что у нас опять первоначально была одна частица. Первоначально одна частица. А теперь, я уже говорил про линейность математического ожидания. У нас их k штук, k слагаемых. Причем они абсолютно одинаковые, потому что в силу однородности. Значит, на самом деле мы можем умножить здесь на k и посчитать просто математическое ожидание числа частиц именно от той частицы n поколения, именно от той частицы, которая как раз была родителем ее. Ну а поскольку они все одинаковые, частицы одинаковые, то есть вот эта величина, вот эта величина, значит, это будет снова равняться вот этому параметру a. Параметру a, потому что у нас, значит, здесь есть однородность. Если у нас частица n поколения производит столько же частиц в следующем поколении, сколько и частица нулевого поколения столько же производит. Ну и вот, теперь мы вытащили это за скобки. Теперь написали это k. А давайте вспомним, а это что это такое? k на вероятность. Это есть математическое ожидание, но математическое ожидание уже не в момент n, n плюс 1, а в момент n. Значит, это будет a, умноженное на математическое ожидание числа частиц в момент n, при условии, что мы начинали наш процесс с нулевого момента времени. Получился рекуррента n плюс 1, математическое ожидание n плюс 1 равняется a на математическое ожидание zt. Ну мы прокручиваем это, прокручиваем это, значит, если мы сделаем это n раз, то мы получим вот такую как раз формулу. Вот эта формула здесь есть. Таким образом мы посчитали вот это математическое ожидание. Математическое ожидание оказывается вот в таком ветвяческом процессе. Это есть, значит, в момент времени n, это есть а в степени n. И вот мы с вами на пороге открытия. Потому что на самом деле это то, о чем говорил Мальтус. Что у нас, значит, есть геометрический рост популяции. И вот если параметр а больше единицы, вспомним, допустим, Африку. Вот если параметр а больше единицы, то население растет экспоненциальным образом. Вот оно, вот оно. И вот эта формула, мы с вами это уже нашли. Мы с вами уже это нашли. Но опять-таки, ну это на уровне математического ожидания. Ну математическое ожидание, там, значит, как говорится, у одного есть, значит, ну ладно, не буду приводить, когда-нибудь, если будет возможность, расскажу эту историю. Ну вот, значит, у нас теперь мы знаем, как считать математическое ожидание. Но этого мало. Нам нужно же число частиц, на самом деле, распределение числа частиц. Как это посчитать? А оказывается, для того, чтобы это сделать, нужно попытаться применить нечто под названием вероятностная производящая функция. Я слышал, здесь уже, значит, наши преподаватели ругались, показывая, что это есть производящая функция. Они, значит, не объясняли, что это такое. Я думаю, что для меня как раз важно, что это будет вероятностная производящая функция, не просто производящая функция, а вероятностная производящая функция. Что это значит? Это значит, что сумма по всем х от нуля до бесконечности, если я с положу равным единице, должна быть равняться единице. Вот это и есть вероятностная производящая функция. Эффициенты, которые здесь есть, они между нулем и единицей. Суммарно их сумма равняется единице. Ну вот самый простой пример. Опять-таки, это тот самый пример, для которого мы считали математическое ожидание. Вот пусть с вероятностью 1 четвертая у нас частица не производит потомков. С вероятностью 1 четвертая производит одного потомка. И с вероятностью 1 вторая, 1 вторая производит двух потомков. Ну тогда мы можем выписать произведенную функцию. Что мы должны сделать? Вероятность кси 0 умножить на s в нулевой степени. Вероятность кси равняется единице на s в первой степени. Вероятность того, что кси равняется 2 на s в квадрате. Ну и вот мы получили вот такую произведенную функцию. Эта произведеншая функция на самом деле очень интересная. Я надеюсь, что я через некоторое время вам именно не с такими коэффициентами, а по такой форме сумею вам об этом рассказать. Итак, это мы сделали. Значит, понятно, что это первый пример. Второй пример, он гораздо более важный. И мы его будем использовать сегодня на лекции несколько раз. Это геометрическое разделение. Ну что это такое? В этой ситуации вероятность того, что частицы произведет k потомков, это есть некое число q на p в степени k, где сумма p плюс q равняется единице. Ну, значит, те, кто знает геометрическую прогрессию, я думаю, что знают геометрическую прогрессию. Получается, что это геометрическая прогрессия. Мы суммируем эту геометрическую прогрессию. q можно вынести сюда. Здесь будет ps в степени k, по всем k от нуля до бесконечности. Значит, это будет как раз и с этой геометрической прогрессией. Итак, мы получили вот произведущие функции. Эта произведущая функция называется произведущая функция, которая порождена геометрическими распределениями. Вот это геометрическое распределение из-за того, что это геометрическая прогрессия, я в дальнейшем буду именно на это ссылаться. Итак, вот у нас есть произведущие функции. Зачем они нужны? Давайте попытаемся понять. Давайте попытаемся понять, зачем нужны произведущие функции. Ну, во-первых, возьмем производную функции. При s, либо равном единице. Взяли производную, будем считать, но здесь коэффициенты не отрицательные, сумма коэффициентов на единице. Те, кто знают, значит, просто теорию сходимости рядов, внутри круга сходимости s меньше единицы, это можно дифференцировать там и так далее. Взяли производную и получили, что это производная в точке единицы. Это как раз и есть математическое ожидание. Ага, значит, на самом-то деле, эта произведущая функция позволяет нам классифицировать предвещающиеся процессы. Если а больше единицы, то надкритические а равно единице критические, а меньше единицы критические. Итак, вот эта произведущая функция для нас хороша, потому что она что-то нам уже как минимум говорит. На самом деле она говорит нам больше. И сейчас я попробую вас в этом убедить. Итак, элементарные свойства давайте посмотрим. Ну вот элементарные свойства. Прежде всего, вот давайте на эту функцию посмотрим. Возьмем у нее производную. Если мы исключим вот такой тривиальный случай, что P0 плюс P1 будет равняться единице, будем считать, что это меньше единицы. Тогда вторую производную, если мы первую производную возьмем, ну понятно, что первая производная будет больше нуля. Если возьмем вторую производную, понятно, что тогда у нас будет хотя бы один коэффициент, начиная с двойки, будет положительным, из-за того, что сумма этих величин меньше единицы. Вторая производная будет больше нуля. Но это есть свойство или определение выпуклой функции. Я сейчас на рисунке это еще раз попробую продемонстрировать. Это есть свойство выпуклой функции. И потом очень важное свойство. Смотрите, что такое F от нуля. Если мы возьмем F от нуля, то здесь останется только вероятность того, что кси равняется нулю. То есть это вероятность того, частица не даст потомков. То есть это вероятность того, что если у нас была одна частица в нулевом поколении, в первом поколении таких частиц не будет. В поколении таких частиц не будет. Теперь давайте смотрим. Если А меньше, либо... То здесь вот, ну я там плотно поведен, то значит у нас вот нарисуем. Вот у нас единичка, вот здесь есть, f от s равняется s, здесь просто s. Значит, вот здесь, ну, я не знаю как. Ну, вот это график, значит, вот единица, единица, здесь единица, ну, вот так, значит, s. Так вот, значит, оказывается, что вот произведущая функция обладает тем свойством, которое там написано. Если f от s, значит, производная у нее меньше единицы, вот здесь вот меньше единицы, то тогда график этой функции будет выглядеть вот таким образом. Вот таким образом будет. Эта функция, понятно, вот в этом месте будет как раз f от нуля, здесь будет f от нуля. Значит, почему это так? Ну, потому что в единице это единица, берем производную f' от s минус единица. Это функция вот здесь монотонно возрастающая. Ну, раз она монотонно возрастающая, значит, здесь в точке в единице она единица, и, значит, никаких проблем не возникает. И получается, что вот тут у нас есть тоже единица, и где-то здесь f от нуля. Теперь давайте рассмотрим надкритический случай. Снова та же самая картинка, ну, простите меня, она будет чуть-чуть уменьшенная. Здесь 1, 1, вот здесь я опять, опять эту функцию. Надкритический случай. И посмотрим, значит, наша произведущая функция в надкритическом случае. Надкритическом случае. Вот это рисунок. Каким образом она ведет себя? Ага, здесь производная вначале больше, чем единица. Ага, раз она больше, чем единица, она где-то так сидит. Ну, и следовательно, вот у нас должен быть здесь вот где-то такая, должна найти точка. Я сейчас, сейчас мы это точно докажем. Должна найти точка, где у нас будет пересечение с этим графиком. Почему? Потому что у нас функция выпуклая, f от s выпуклая функция, а выпуклая функция может пересекать, пересекать, значит, прямую не более, чем в двух точках. Потому что что такое выпуклая функция? Мы проводим касательную в любой точке, в любой точке. И график, это график функции, относительно касательный, всегда будет в любой точке. Есть, конечно, один исключительный случай, который является нулю. Но это случай элементарный. У нас ноль есть. У нас здесь есть ноль, и здесь есть единичка. Все нормально, снова у нас будет две тысячи. Ну да, мы все-таки попытаемся это строго доказать. Вот. Вопрос какой-нибудь? Сейчас элементарные вещи кончатся, ребята. Вы не волнуйтесь. Дело в том, что я на самом-то деле, значит, я думал это все выбросить. Но потом я понял, что может быть и не надо. Может быть чуть-чуть, может быть чуть-чуть я поговорю на эту тему. А потом мы с вами поговорим о серьезных вещах, гораздо серьезных. Вот. Итак, если у нас есть это, то тогда, значит, ну как опять интервал, уравнение имеет единственный корень. Ну давайте тогда, если это всем очевидно, я тогда опустим. Во всяком случае, выпуклая функция, выпуклая функция. И вот здесь вот этот второй корень нам будет очень-очень важен. Вот давайте я его второй корень помечу. Итак, вот мы изучили вот такие свойства произведущей функции. То есть, если а меньше либо равняется единице, это одна ситуация. Если а больше единицы, это другая ситуация. Ну теперь идемте дальше. Поехали. Дел итераций. Значит, вот у нас, вот есть вот такая функция. Теперь мы попытаемся найти нечто, точнее ввести нечто под названием итерации. Что такое итерация? Итерация это следующее. F0 от S равняется S. Следующая функция Fn плюс 1. Fn плюс 1. Каким образом она получается? Она получается следующим образом. Я в функцию F подставляю предыдущую итерацию Fn от S. Вот в биологических приложениях весьма часто используется вот такая произведущая функция. Несмотря на непростоту. Это деление, наша жизнь на самом-то деле. Вот эта произведущая функция, это наша жизнь. Это деление, чтобы клетка разделилась на 2, либо она погибла. Так вот, при помощи этих итераций, ну давайте попробуем немножко поупражняться. F2 от S равняется вот такому. Значит, Q, P, вместо этого F1 в квадрате от S подставили, получили. Хорошо. Давайте F3 от S посчитаем. F, F2 от S и так далее, и так далее, и так далее. И уже становится очевидным, что этот процесс является достаточно утомительным. А если мы посмотрим на еще вот такую произведущую функцию, F от S равняется E в степени S минус 1, которую можно представить в виде суммы по всем K от нуля до бесконечности, единица на K факториал E в минус 1 умножить E минус 1 на S в степени K. И попробуем проэтерию. Видите, F от S вот такая, тогда F2 от S, это есть E в степени S минус 1. Ну давайте их еще раз проэтерируем. Если мы будем их итерировать, то мы просто, а, S1 минус 1 здесь. Это у нас будет этажерка такая, о которой мы можем, конечно, только мечтать о такой, но она нам совершенно не нужна. Поэтому, естественно, что вот эта функция, эти итерации, они введены не случайно, потому что асимптотически, вот используя свойства произведущей функции, мы можем много чего добиться, много чего добиться. Ну давайте попытаемся понять, чего мы можем добиться. Ну первое, первое совсем простое, простая вещь. Значит, вот смотрите, мы теперь попробуем сделать итерацию. Вот у нас F от нуля. Вот сюда вот мы идем на эту ось, и вот здесь будет какая значение? S здесь будет уже, тогда значение будет F от нуля. Тогда здесь будет F2 от нуля. Ну и опять вот так будем идти, идти, идти и так далее. Мы к единичке будем тем самым приближать. Здесь другая немножко. Когда F от нуля начали, то мы опять вот сюда спроектируем. Будем бежать вроде бы как сюда. Ну давайте это докажем и поймем, почему вот именно этот процесс, почему он для нас будет важен. Ну давайте попробуем. Теперь, значит, прежде чем мы перейдем к использованию итераций, я хочу напомнить вам свойства независимости. Если у нас есть случайные величины, это один, это два, независимые, неотрицательные, целочисленные случайные величины, то оказывается, что произведущая функция суммы этих случайных величин, вот это свойство независимости, равна произведению вот S от A1 умноженное на математическое ожидание S от A2. Это свойство на самом-то деле вытекает из того свойства, что если у нас есть независимые случаи величины, то математическое ожидание произведения равна произведению математических ожиданий. Ну давайте поймем, чем же нам это хорошо. Очень просто. Давайте рассмотрим вот произведущую функцию. И напомню, что произведущая функция F от S у нас это просто есть математическое ожидание S Z1, Z0 равняется единице, то есть произведущая функция числа потомков первого поколения. Но это если одна частица была, а если их K было, частиц больше двух. Давайте посмотрим. С Z1 при условии Z0 равняется K. Это будет S Z1, число потомков первой частицы нулевого поколения, плюс и так далее, плюс K от частицы одного поколения. Они у нас независимы. Значит, это будет произведение. Ну и следовательно, это будет FK от S. Значит, для того, чтобы посчитать произведущую функцию, если у нас есть K-частиц, нужно просто произведущую функцию возвести в К-тую степень. И вот сейчас мы как раз и перейдем теперь, наконец, к пользе этой функции. Давайте теперь введем произведущую функцию для числа частиц N-го поколения. Вот FN от S равняется математическое ожидание S степени ZN. Началась с одной частицы. Тогда мы опять можем посчитать FN плюс 1 от S. Как мы будем считать? Мы уже так считали. Мы уже считали так, значит, что это такое? Математическое ожидание SZN плюс 1. А здесь просто перечисляем все возможности. Итак, сколько частин будет в N плюс первом поколении, если в N поколении у нас было K-частиц? Но мы знаем, что это однородность. Следовательно, это все равно, что сколько частин будет в первом поколении, если у нас в нулевом поколении K-частиц. Это, значит, сводится к этому. Но тогда это будет просто F в степени K от S. Отсюда получается, а что это такое? f в степени k от s. Это произведящее функция нашего процесса в момент времени n, но не в точке s, как она была раньше, вот она, а в точке f от s. Поэтому если мы вот это все раскрутим, получается, что у нас число частиц в n плюс первом поколении, произведящее функция числа частиц в n плюс первом поколении, задается очень просто. Она задается... Посчитать произведящее функцию для числа частиц в n поколении, надо просто нашу вот эту первоначальную функцию первоначального процесса проэтерировать. Ну вот если мы так сделали, если мы так сделали, то мы можем теперь посчитать и математическое ожидание для тех, кто любит производное. Вот у нас, значит, что получается? У нас тогда получается... Смотрите, для того, чтобы посчитать математическое ожидание, надо производную взять вот этой функции в точке единицы. Но мы знаем, что это fn от s в штрих в точке единицы. По цепному правилу для производности будет f'n минус 1 от s, 1 от s в производной и так далее. Продолжаем все. Берем значение в точке единицы, поскольку это вероятностные все произведяющие функции. fk от единицы единицы, значит, f' будет единица. Значит, получается абстепененно. Это другой способ вычисления... Но это аналитический способ, который для меня будет менее удобен. Хорошо. Ну и теперь конец там. Наконец-то пришли к вероятности вырождения. Наконец-то пришли к вероятности вырождения. Ну, давайте посмотрим. У нас, значит, мы знаем, что у нас вот это теперь уже доказанное равенство, что если посчитать произведющую функцию числа частиц в момент времени, надо просто n раз проитерировать вот эту функцию. Смотрим сюда. Это k от нуля до бесконечности, вероятность того, что z равняется k, s степени k. Если мы теперь положим s равное нулю, то тогда получается, что вероятность того, что процесс выродился, это есть f0. fn в точке 0. fn в точке 0. Вот почему я решал вот эти все кривые, потому что мы просто сходимся, мы итерируем, итерируем, и при пристреблении процесса числа итераций к бесконечности у нас как раз и будет сходимость к вероятности вырождения. Ну и вот, теперь у нас это равенство есть. Мы знаем, что zn плюс 1 от 0, если число частиц в момент времени n в процессе нет, ну тогда понятно и в момент времени n плюс 1 в процессе нет. Таким образом, у нас получается, что fn от 0, которое равняется вероятности того, что zn равняется 0, меньше, чем вероятность того, что zn плюс 1 равняется 0, а это есть fn плюс 1 от 0. Значит, получается, что вот эта последовательность итераций, Это монотонно возрастающая последовательность. А мы знаем, что если есть монотонно возрастающая последовательность, то у этой последовательности есть предел. Раз этот предел есть, и этот предел будет как раз, мы же стремим к бесконечности, этот предел будет вероятность вырождения нашего процесса. Ну, значит, вот получается, она монотонно возрастает. Вот этот предел мы обозначили через букву P. Вот это Pn, это есть вероятность того, что Zn равняется нулю. И тогда у нас будет как раз Fn от нуля. Итак, мы получили вот такое соотношение. Ну идемте теперь дальше. У нас есть вот такое равенство. Теперь давайте посчитаем, каким уже свойством обладает эта вероятность. Pn равняется F от Pn минус 1. Но поскольку мы n стремим к бесконечности, то и эта величина стремится к P, и эта величина стремится к P. Если мы теперь воспользуемся тем, что наша произведущая функция непрерывна, а она, конечно же, непрерывна, и тогда мы получим вероятность. Вот отсюда мы уже знаем, что единственное решение, которое P равняется F от P, это вот оно. Отсюда получается, что если процесс докритический или критический, то вероятность вырождения равна единице. Такой процесс всегда выродится. Конечно, здесь чуть-чуть удивительно, что эта вероятность и для процесса равняется единице, равна единице. Но на самом-то деле, если заглянуть в курс по ветвящим, оказывается, что время ожидания, математическое ожидание, время ожидания вырождения в критическом случае равно бесконечности. Так что тут уже критический случай имеет какие-то свои специфические свойства. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, как же у нас ведет вероятность вырождения в случае, когда наш процесс... Оказывается, что в этом случае эта вероятность вырождения... Корень вот этого уравнения. Уравнение. Что? А вот сейчас мы... Сейчас вот, 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 правильно, блестящий вопрос. Мы сейчас постараемся с этим... Итак, почему же это не единица? Давайте посмотрим. Допустим, что вероятность того, что Zn больше 0, было больше R. Ну хорошо, вот R этот корень, вот где-то вот у нас вот здесь находится вот эта величина. Это и есть вероятность того, что Zn равняется 0. Так, итерируем. Как? Итерация будет здесь. Так что же у нас получается? А это что такое? Это вероятность того, что Zn плюс 1 равняется 0. Случилось, что вероятность того, что Zn плюс 1 равняется 0, меньше, чем вероятность того, что Zn равняется 0. Ну противоречие, естественно. Вот это не может быть единица, значит меньше единица. Итак, вот сейчас только, молодой человек, вы сейчас только сделали фантастическое открытие. Я вам поясню почему. Дело в том, что Гальтон и Ватсон, они вот этого не заметили. И Гальтон и Ватсон сказали, популяции всего умирают, умирают, умирают. И только потом, гораздо позднее, вот когда народ там разобрался, оказалось, что действительно вероятность вырождения, она меньше единицы. Хорошо. Вот теперь это понятно, что если мы проитерируем, то вот это получим. И вот это как раз и есть уже доказательство. Итак, вероятность вырождения критических процессов до критических единиц, вероятность вырождения над критических процессов меньше единиц. И поехали. Вот как раз этот рисунок с этими итерациями. Понятно, что вы теперь прекрасно видите, что если мы стартуем отсюда, цитерируем сюда, 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 мы как раз к этой точке и сойдем. Ну вот. Итак, ответ на первый вопрос мы с вами получили. Вероятность вырождения мы знаем. Но остается чувство невдовлетворенности. Ну потому что, понимаете, вот хорошо, критический процесс мы знаем, там в конце концов частиц вообще не будет. А если вот над критический процесс, а там сколько частиц? Это тоже очень важный вопрос. Давайте попробуем ответить и на него сейчас. Давайте на него попробуем ответить. Итак, значит, ну вот я, значит, вот это сказал как раз, что для над критической меньшей корни отрицательной уральны. Теперь смотрите. Я уже говорил, что вот та произведущая функция, которую я написал, Q плюс PS в квадрате, бинарная, вон она. Вот. Мы можем теперь четко найти вероятность вырождения этого процесса. Ну понятно, что, значит, это будет P равняется единице, если P больше одной второй. Почему? Возьмем производную. Значит, 2P это будет над критический процесс, значит, докритический процесс, простите. Вот, если P меньше, равняется одной второй. А если P больше одной второй, то тогда возьмем производную, здесь будет 2P, будет больше единицы. Значит, процесс будет над критический. Ну и решаем это квадратное уравнение, ответ получили. Но на самом деле, значит, в этом, это, конечно, такой пример, хоть он и игрушечный, на самом деле биологи им пользуются очень часто, вот, конкретно такой произведущей функции. Ну и делают, конечно, это просто там моделирование, там еще чего-то, там оценки параметров. Я надеюсь, что я на следующей лекции вам, может быть, об этом расскажу. А вот теперь чисто геометрический процесс. Если чисто геометрический закон распределения, помните, значит, я говорил, что это произведущая функция должна быть Q на единице минус SP. Вот, равняется X. Если мы опять решим это уравнение, то снова получается, что вот такое решение, что P равняется Q деленной на P, если P больше одной второй. Ну понятно, если P больше одной второй, то Q меньше одной второй, значит, здесь будет меньше единицы. И P равняется единице, если P меньше либо равняется одной второй. Так вот, если P равняется Q деленной на P, то вот этот параметр A, это число частиц, это математическое ожидание числа потомков. Смотрите, вот, если у нас была произведущая функция вот такая, F от S равняется Q на единицу минус PS. Сейчас берем производную F штрих от единицы, получаем, что это будет Q на P деленное на единицу минус PS в квадрате. И если мы теперь берем F штрих от S, тогда F штрих от единицы будет равняться QP деленное на Q в квадрате, потому что единица минус P, это как раз будет Q в квадрате, значит, это будет как раз P деленное на Q. Значит, получилось, что вот в таком геометрическом случае, это важное очень наблюдение, в таком геометрическом случае вероятность вырождения равняется единице на A. И теперь мы еще раз вернемся к закону, значит, роста популяции. Давайте теперь посмотрим следующее. Значит, вероятность вырождения, вот она такая, вот она такая, еще разок запомним, P равняется единиц на A. Вероятность вырождения популяции, которая началась с одной частицы, вот, если процесс надкритический. А теперь давайте попробуем еще сделать шаг. Вот смотрим, значит, рассмотрим теперь процесс Гальта-Даватцина с чисто геометрическим законом распределения, в котором математическое ожидание, ну вот так получилось, так оно, я взял, выбрал это, оно больше единицы. Тогда как быстро происходит удвоение математического ожидания числа частиц? За четыре поколения, если у нас, значит, в момент нулевого времени было n частиц, то тогда сколько частиц будет в четвертом поколении, вот четверка неудачная цифра, здесь не видно, что здесь на самом деле четыре, а не единица. Значит, математическое ожидание, математическое ожидание, значит, если у нас четыре частицы, значит, нужно вынести, значит, из-за линейности математического ожидания n. А вероятность того, что, а здесь будет одна вторая в четвертой степени, это среднее число потомков у одной частицы в четвертом поколении, если мы начали процесс с одной частицы в нулевой момент времени. Значит, это будет n умножить на 2,0,7. Таким образом, значит, за четыре поколения у нас произошло удвоение размера популяции. Теперь, а теперь посмотрим, а вероятность выродиться отдельному семейству. p, единица на а, я как раз вам говорил в надкритическом. И делим, и получаем, что это 0,83. Значит, вся популяция, она выживает. А если мы рассмотрим отдельные семейства, то отдельные семейства вырождаются. Причем вероятность вырождения, вот она такая. Конечно, они не обязаны вырождаться совсем. Ну, хорошо, все вырождаться. Но если следить конкретно за какой-то... Вот, значит, тут чуть-чуть отвлекусь, значит, я, поскольку мне было любопытно на это взглянуть, я, значит, в Париже пошел на кладбище Пер-Лешес. И там огромное количество, может быть, если кто был, огромное количество вот склепов, у которых совершенно, значит, разрушенный вид и так далее. Причем было понятно, что это был огромный склеп, то есть это было, значит, явно были не бедные люди. И это как раз является отражением того факта, что вот отдельные семейства вырождаются. Отдельные семейства вырождаются. Ну, хорошо, хорошо. Теперь давайте перейдем ко второму вопросу. По второму вопросу. Давайте перейдем по второму вопросу. Но прежде чем перейти ко второму вопросу, я хочу сказать, вот я вам тут рисовал вот вычисление этих итераций, там, значит, на рисунке и так далее. Но оказывается, есть одна олимпиадная штука, которая позволяет посчитать итерации и после этого предсказывать возможные ответы. Конечно, это будет для частного случая, но очень часто частные случаи просто указания, что же будет на самом деле, что же будет в реальной жизни. Ну, давайте попробуем на это посмотреть. Рассмотрим снова геометрическое распределение. Вот геометрическое распределение. Геометрическое распределение, вот у нас есть ФАТС. И попробуем посчитать итерации этого геометрического распределения. Ну вот у нас А равняется деленное на Ку, если мы можем вот так записать. Теперь дифференцируем. ФАТС будет равняться А деленное на единице плюс А, единице минус С в квадрате. Правильно, производное равняется П на Ку. Теперь дальше. Если мы теперь, значит, отсюда, вместо вот этой функции рассмотрим единицы минус ФАТС. Пишем, единица минус ФАТС равняется единице минус то, что у нас было, единица на единице плюс А на единице минус С. Ну, если мы вверх это поднимем, единица сократится с этой единицы, останется А на единице минус С. Значит, если мы вычисли единицы минус ФАТС, то это как раз вот А умноженное на единице минус С деленное на единице плюс единице минус С. А теперь сделаем совершенно, казалось бы, идиотский трюк. Уж простите меня за это выражение. Давайте перевернем эту функцию вместо функции 1 минус f от s. Давайте рассмотрим 1 на 1 минус f от s. Если мы ее перевернем, вот она перевернута, здесь будет a на 1 минус s, a на 1 минус s плюс 1. А и вычтем из нее вот эту величину, 1 на a на 1 минус s. Ну если перейдем к общему знаменателю, 1, 1 сократится, дальше a1 минус s, a1 минус s тоже, само собой разумеется, сократится. И получили 1. Блестяще. Ну почему блестяще? Вы пока не знаете, почему блестяще, а я уже знаю. Вот я сейчас вам покажу, почему блестяще. Давайте теперь воспользуемся этим фактом. Значит, это при любом s. Вот это равенство, верно, при любом s. Давайте попробуем воспользоваться этим фактом. Ну вот давайте попробуем этим воспользоваться. Тогда перевернем и рассмотрим вот такую разность. 1 на 1 минус f от s минус 1 на a на 1 минус f от s. Вспомним определение итерации. Что это такое? f от s это просто f от f от f минус 1 от s. Значит, будет минус 1 на a на 1 минус fn минус 1 от s. Значит, это будет 2 единица. Ну и теперь уже понятно, что будет происходить. Значит, если мы перенесем вот это слагаемое в другую сторону, то 1 на 1 минус f от s будет равна 1 плюс 1 на вот это. Значит, это будет единица. А следующее, если еще раз такой же трюк провернем, прибавим и вычтем вот эту функцию, будет снова единица. Но поскольку здесь множество есть a, единица на a и так далее. В итоге, раскрутив это, мы получим вот такое соотношение. Вот такое соотношение. Удалось посчитать. Вот и в таком, значит, диком случае, а для геометричного случая нам удалось посчитать итерации произведящей функции. Я теперь их перепишу на следующем слайде. Но вот это все просто осталось только перевернуть и вычесть откуда-то там единицу. Вот, тогда у нас, значит, получится картинка вот эта. Мы опустим эти выкладки и тогда мы перейдем вот к такому положению. Значит, если a не равняется единице, то получилось вот такое выражение. Единица минус f от s равняется вот тому, что у нас в правой части стоит. Если же a равняется единице, то единица минус f от s равняется вот тому, что опять-таки стоит. Теперь смотрите, а что такое единица минус f от 0? Вот если я вот сюда подставлю просто 0, ведь fn от 0 это вероятность того, что процесс выродится. Значит, единица минус fn от 0 вероятность того, что процесс не выродится. Вот тогда мы получаем, что если а не равняется единице, у нас вот такое выражение для асимптотики вероятность, для вероятности невырождения точное причем. А если а равняется единице, это вот такая величина, единица на n плюс 1. Так вот это теперь мы с вами можем предсказывать. Какие должны быть ответы? Смотрите, если у нас процесс критический, то по-видимому порядок убывания вероятности невырождения будет иметь единицы на n. Мы позже на этом еще остановимся. А если процесс надкритический или докритический, то картина будет немножко иная. И вот мы сейчас на это и посмотрим. Если а будет больше единицы, то мы можем посчитать предел вот этой величины. Значит, а n плюс 1, а n плюс 1. Здесь все по порядку. Естественно, а больше единицы. То тогда вот эта величина стремится к бесконечности. Эта бесконечности единицу можно не считать. Значит, здесь сократится. И останется единица минус единица на а. Но мы с вами уже это видели. С вами уже то видели, что единица на а это как раз вероятность вырождения. Значит, единица минус единица на а вероятность невырождения. А если а меньше единицы, то опять же из вот этого соотношения, значит, вот а можно забыть, а n плюс 1 можно забыть, а n плюс 1 здесь останется, конечно, но единица минус единица на а можно немножко, и здесь останется минус единица. Можно немножко похитрить, и получается, что единица минуса на в степени n. Итак, что же мы получили? Если у нас процесс критический, то вроде бы должна быть асимптотика вероятности невырождения процесса вести себя как единица на n с точностью какой-нибудь константы. Если процесс докритический, то должны быть вроде бы экспоненциальным образом убывать. Причем здесь множитель стоит математического ожидания. Математическое ожидание. То есть вроде бы как математическое ожидание числа частей в процессе, в момент времени, ну с неким множителем. Ну а в натокритическом случае мы и без этого знаем. Теперь требуется какая-нибудь теорема, вот такая памц. Ну давайте попробуем такую теорему сформулировать. Вот теперь это будет самая сложная формулировка теоремы, которая у меня есть. Это теорема о свойствах преобразования Лапласа. Ну вот что это такое преобразование Лапласа? Смотрите, у нас есть неотрицательная целочисленная случайная величина. Мы просто запишем вот этот параметр лямбда, напишем, и скажем, что преобразование Лапласа, оно вот таким образом выглядит. Сумма k от единственной бесконечности, вероятность того, что z равняется k на e в степень минус лямбда k. Но вы сразу же узнаете, что на самом деле это значение произведущей функции, но не в точке s, а в точке e в степень минус лямбда. Все. Это преобразование Лапласа. А если распределение неотрицательной случайной величины имеет плотность, то что такое плотность? Плотность это следующая величина. Значит есть такая неотрицательная функция, неотрицательная функция такая, что интеграл от 0 до x, вот от этой функции, это как раз вероятность того, что наша случайная величина меньше либо равняется x. То тогда по определению преобразование Лапласа, это вот интеграл от 0 до бесконечности, e в степени минус лямбда y, вот это функция g от z от y и на dy. Все. Вот это есть преобразование Лапласа. И одна теорема, которая мне будет нужна. Да. Минус лямбда, да, e в степени минус лямбда. Простите, я поторопился. Да-да, извините. Да-да-да-да. Просто интегрирование по промежутку от 0 до бесконечности, поэтому тут все так, как надо. Ну вот. Значит, вот это определение преобразования Лапласа. Для дискретных это просто берете произведущую функцию и подставляете вместо s и e в степени минус лямбда. А если вот у нас есть неотрицательная случайная величина имеет плотность, тогда надо просто проинтегрировать по всему промежутку и взять это. Ну, кого смущает интегрирование по бесконечному отрезку, забудьте пока что об этом. Вот. Ну и теперь теорема сходимости. Вот это теорема сходимости. Если у нас есть последовательность неотрицательных случайных величин, вот у нас эта последовательность, z1, z2 и так далее, такая, что предел вот наших преобразований Лапласа, вот они неотрицательные, целочисленные величины, пределы вот этих преобразований Лапласа сходятся к какому-то пределу при любом лямбда и какой-то функции. И эта функция в нуле равняется единице, то оказывается, что вот эта предельная функция, она сама является преобразованием Лапласа некоторой случайной величины. И причем, что самое главное, предел при стремящемся к бесконечности, вероятности того, что наша вот эта случайная величина, последовательность будет меньше либо равняться x, предел вот этого, будет равняться вероятности того, что вот предельная вот та функция, которая, случайная величина, которая вот здесь вот она появится сходится во всех точках которые вот такая функция функция распределения функции случайной величины z это она непрерывно это самая трудная самая трудная теорема которую я сформулирую вам потому что остальные значит вот будут вытекать вытекать из этой из этой значит что получается что для того чтобы найти предел законов распределения вот этой случайной величины последовательности z это n надо что сделать надо взять приобретение лапласа попытаться найти предел если вы этот предел найти нашли посмотрите не при вот вот является является ли это значит вот функция интегралом от какой-то неотрицательной случайной величины если является то тогда то тогда значит вот у нас такой равенство во всех точках непрерывности вот той вот функции это самая сложная теорема я больше больше я ничего 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 такого не буду не буду доказывать но теперь мы сможем еще ответить сможем ответить еще на один вопрос вот у нас критический вопрос над критический процесс был мы знаем с вами значит уже выяснили что над критический процесс не нуждается над критический процесс не вырождается с положительной вероятностью он не выродился сколько же там частиц-то? Ну сколько? Ну сколько? Ну дайте нам какое-нибудь число. Вот сейчас мы попробуем это. Кто-нибудь знает, какой Мартингал? Мартингал. Блестяще. Вот для вас это теорема тривиальная, поскольку здесь неотрицательный Мартингал, и по теореме Дуба там все хорошо, сходимость есть. Для всех остальных, у нас будет доказательство, которое не опирается на теорию Мартингалов. Мы же с вами про издевающие функции зря, что ли, выводили. Не-не-не-не-не-не, никаких Мартингалов. Нет-нет-нет. Вот давайте посмотрим. Давайте теперь на формулировку. Оказывается, если процесс надкритический, если вторая производная меньше бесконечности, то оказывается, тогда мы что должны сделать? Мы должны число частиц в момент времени n отнормировать на математическое ожидание числа частиц в этом поколении, на а в степени n. И тогда оказывается, что существует невырожденная случайная величина. Что значит невырожденная? Это значит, что она не сосредоточена в одной точке. То есть она, допустим, не в нуле, не в бесконечности, а ее распределение где-то размазано. Так вот, тогда оказывается, что вот это так. Но это ладно. Значит, популяция будет расти как a в степени. Но самое главное, ничего другого быть не может. Потому что вероятность того, что вот наша случайная величина z равняется нулю, это и есть вероятность того, что zt равняется нулю при некотором n. Значит, если мы нормируем, то либо мы нормируем на a в степени n, либо популяция выродится. Никаких других возможностей нет просто. И так, надкритический процесс такой. Так вот, на самом деле, значит, вот вы на самом деле, значит, уже, ну некоторые, во всяком случае, или ваши родители, может быть, уже столкнулись с этой ситуацией. Кто-то, наверное, проходил ПЦР-тест. Проходили кто-нибудь из ПЦР-теста? Что-что? А, ну хорошо, ну во всяком случае ПЦР-тест. А вы знаете, каким образом, за счет чего, как это происходит? Это происходит за счет ветвящегося процесса? Что-что? Да, прекрасно, прекрасно. Вот, значит, в таком случае я даже могу не рассказывать, значит, что происходит. Что делается, значит, вот берется небольшой анализ. Этого недостаточно для того, ну, экспресс-анализ есть, но, говорят, экспресс-анализ ошибается и так далее. Нужно, чтобы на некоторое время все-таки проанализировать то, что у вас там, значит, износа, там кусочки ДНК. Берется специальный кусочек, специальный кусочек искусственный, подстрачиваемый, значит, и вводится вот в то, ну, и вводится анализ, ваш анализ, и раствор, и туда некоторые, значит, аденин, гуанин, тимин там где-то, где-то бродят. Если это нагреть, оказывается, вот такую, значит, полосочку ДНК, разваливается на две части, разваливается на две части. Но самое интересное, это чувство, я не понимаю, почему это, не знаю, биологи понимают или нет. Оказывается, что вот эти кусочки специально подобранные, они могут пристраиваться сюда, пристраиваться сюда. И потом, когда они пристроились, за ними бегут аденин, гуанин и так далее в нужную последовательность, и в результате происходит удвоение. Потом сюда, потом сюда, потом сюда и так далее. Но, на самом-то деле, значит, вы же понимаете, что вот этот процесс, раз здесь есть процесс, то может иногда и не случиться, значит, присоединение полного. Тогда у нас получится вместо 2 за один элемент, может. А может они оба разделились и больше, грубо говоря, не нашли. Ну и все, и тогда 0. Поэтому получается, что эта произведящая функция совсем элементарная. А на произведящей функции в виде такой Fs, P0, плюс P1s, плюс P2s в квадрате. Из-за изобретения вот этого метода, ПЦР-теста, как раз вот эти ученые, в фамилии которой там написано, Муллис и Майл Ксмит, они получили Нобелевскую премию за 1993 год. Что-что? Ну как, вы понимаете, в чем дело? Когда взяли тест, невозможно правильно, поскольку количество вот этого материала очень маленькое, невозможно определить. Поэтому нужно, чтобы количество материала, которое мы можем анализировать, увеличится. Так вот эта процедура за 20-30 шагов по экспоненте, там столько их набежит, что тогда можно уже, ну не глазами, но просто обычным электропорезом такие операции делаются. Не кровь, давайте мы получим, с кровью там хуже, давайте мы все-таки в нос залезем, ну мне, ладно, вам не надо. И туда, значит, в раствор опустили. И несколько раз, вот 20-30 раз эту процедуру прокрутили. И тогда уже количество материала повышается надежность, потому что вот есть экспресс-тесты, то есть вы прямо сразу можете, значит, там сделать это, вот, не знаю, корейские там тесты и все прочее. А вот этот тест надежнее гораздо, значит, вероятность, вероятность, но правда тут опять-таки, вы видите, возможно, иногда говорят, тест неправильный, ну потому что процесс выродился, значит, вот вероятность этого рождения, она все-таки есть. Она есть, она меньше единицы, но она есть, ну и так далее. Но в этих случаях вероятность вырождения очень маленькая, практически нулевая. Ну вот, ну теперь у меня еще есть время. Теперь, значит, вот теперь, пока вы не забыли, и я еще тоже помню, значит, теорему о непрерывности преображения Лапласа. Давайте мы как раз докажем вот эту теорему. Это все элементарно. Это все элементарно. Если мы сейчас посмотрим вот сюда, значит, мы посчитали итерации. Вот они выглядят, итерации. Значит, при n стремящемся к бесконечности, мы уже с вами знаем, что это и есть единица на а. Но самое главное, что вот они, итерации. И теперь нам нужно вместо произойдящей функции сюда вставить преобразование Лапласа. Ну то есть вместо s поставить e в степени минус лямбда. Потом устремить n к бесконечности и посмотреть, к чему это будет стремиться. И тогда мы тем самым получим ответ. Ну давайте попробуем это сделать. Вот у нас есть функция fn от s. Рассматриваем случайные величины ztn, которые вот там в формулировке теоремы о преобразовании Лапласа. В качестве ztn мы вот эти ztn деленные на a в степени n. Подставляем сюда. Подставляем сюда. Значит, мы должны вместо s сюда подставить e в степени минус лямбда. И деленное на a в степени n. Значит, подставили сюда. Подставили сюда a в степени n, a минус 1, лямбда a в степени минус n. И сюда тоже подставили. Теперь, если кто еще помнит, я-то еще помню, единица минус e в степени минус x это эквивалентно x, если x стремится к нулю. Наверное, большинство из вас это соотношение знает. Поэтому я здесь, вот в этом выражении, вместо вот этой единицы минус e в степени минус лямбда a минус per n оставлю только, опущу вниз, напишу лямбда a в степени минус n. a минус n с этим a в степени n сократится. Прекрасно. Теперь здесь то же самое я опущу. Но так как у нас a больше единицы, вот эти величины, единица, она никакой роли не играет. Поэтому, значит, у нас здесь останется вверху, вверху останется лямбда на a минус 1. Вот она получилась. А внизу останется лямбда a плюс лямбда минус 1. Ну, мне это удобно записать вот так вот. Это будет единица на a плюс дальше единица минус единица на a, единица минус а лямбда, единица минус единица на a, деленная на лямбда плюс единица минус а лямбда. Вот это вот как раз. Теперь нам осталось выяснить, есть ли вот какая-нибудь функция, у которой преобразование Лапласа вот такое, случайная величина. Оказывается, что эта случайная величина выглядит таким образом. Случайная величина, если мы положим здесь х равняется нулю, здесь будет ноль. Значит, вероятность того, и мы знаем, что z это не отрицательное, значит, вероятность того, что z равняется нулю, равняется единиц на a, это как раз и есть вероятность вырождения нашего процесса. Это то, что называется атомом. Значит, случайная величина в пределе имеет атом в нуле. А если вот эту функцию обратить, то мы получим, что вот это соотношение, вот это соотношение как раз вот такое. Здесь будет экспоненциальное распределение, для тех, кто знает, что такое распределение с параметром, единица минус единица на a. Вот тем самым мы выяснили, что у нас есть единое распределение. Мы нашли, что у нас, значит, в этом случае такой предел. В общем случае, эту теорию мы доказывать несколько сложнее. Вот там, ну, нужно приложить определенные усилия с разложением формулы Тейлора, там и еще потом, значит, с оценками такими тонкими. Можно через характеристики функции доказывать. Ну, я не хочу этого делать. Вот это дело мы доустановили, а в общем случае картина точно такая же. Единственное, что там, значит, будет не столь очевидно вид предельной предельной функции. Даже, по-видимому, посчитать это будет сложно. Ну вот, значит, теперь с этим мы закончили. И теперь я просто сформулирую, но я этого, видимо, уже не успею сегодня сделать и не хочу просто комкать. Значит, условную предельную теорему для критических процессов. Вместо этого я, конечно, на прощание расскажу эту историю. Я думаю, значит, что меня простят, значит, руководители семинара. Значит, вот смотрите, здесь теперь условная предельная теорема. Что значит условная? Дело в том, что мы знаем, процесс критически вырождается. А, допустим, он не выродился. То есть условия, пусть он не выродился. Сколько же там тогда частиц будет? И оказывается, что справедливо вот такая теорема. Вероятность вырождения, невырождение ведет себя как единица на bn, где bn это вторая производная здесь. И для любого лямбда, принадлежащая 0 без конца, предел вот этого преобразования Аллапласа равен единиц на единиц плюс лямбда. Ну вот можно после этого убедиться в том, что здесь будет просто экспоненциальное распределение. Теперь, поскольку действительно у меня есть еще 5 минут, я хочу рассказать об этой теореме. Эта теорема оказала огромное влияние на теорию ветвящихся процессов. Дело в том, что вот первая строка, которая здесь есть, это результат, который получил Андрей Николаевич Калмогоров в 1938 году. Статья называлась «Решение одной биологической задачи». Статья написана, и я сейчас ее попытаюсь здесь написать вам. Статья написана Калмогоровом в 1938 году в трудах Томского университета на немецком языке. Вот. Здесь каждое слово загадка. Почему? А дело в том, что, смотрите, для тех, кто знает теорию вероятности, для тех, кто слышит, дело в том, что Калмогоров является основателем современной теории вероятности. В 1933 году, будучи в Геттингене, он написал книгу «Основы теории вероятности». Ну, пробел эти там, в Рашейной хантеории. Вот. Написал. И он провел в Германии достаточно большое время. У него было много друзей. Теперь давайте посмотрим на год. В 1938 году. Дело в том, что в это время Гитлер пришел к власти, ужасновательно. И он всех, всех, значит, ученых еврейской национальности либо преследовал, либо старался, они сами старались уехать. Сами старались уехать. И часть из них уехала в Советский Союз. Но, с одной стороны, чтобы не очень сильно раздражать Гитлера, это мне рассказало, значит, это для петербуржцев, это рассказал мне академик Ибрагимов эту историю. Вот. Так что за что купил, за то и продаю. Вот. Так вот, значит, для того, чтобы раздражать может Гитлера, а с другой стороны, чтобы представить работу, найти работу немецким ученым, их направили в Томский университет. Дело в том, что Томский университет является одним из старейших, это не ссылка, является одним из старейших университетов. Да-да-да-да, является одним из старейших университетов России. Ну, России, является Россией. Но давайте тогда посмотрим на карту. Вот у меня, к сожалению, опять-таки плохо, плохо здесь, здесь самое, цвет плохо передаёт. Здесь, вот я думаю, кто-то догадался, что здесь Москва. А здесь, если присмотреться, ну, я отсюда вижу, а кто не видит, вот поверьте, вот это Томск. Вы знаете, значит, кстати, кто знает, где находится, значит, середина России? Ну, значит, примерно в Новосибирске, вы правы, между Красноярском и Новосибирском, да-да, вы правы, вы правы. Так вот, значит, это примерно середина, это самое. Так вот, значит, и, значит, для того, чтобы оказать уважение этим учёным, он, значит, написал эту статью именно на немецком языке и издал в трудах Томского университета, в работе, на котором принимали участие вот эти немецкие учёные. Для тех, кто знает шахматы, есть ли люди, которые, значит, в шахматы играют? Есть, да? Так вот, я вам могу сказать следующее. В Математическом институте Стеклова работал, он как раз уехал оттуда и работал в Математическом институте Стеклова некоторое время. Ну, чтобы вы понимали, значит, вот масштаб того, какие люди, значит, уезжали и так далее. Так что, это было массовое явление и, в общем, печальное явление для этого мира. Итак, теперь я думаю, что я могу вам, значит, вы мне простите, значит, одну минуту, значит, я хочу сказать следующее. Моя лекция на сегодня закончена. Вот, значит, всего хорошего до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok